В прошлых видео мы с вами рассмотрели ситуацию, когда тысячи заемщиков решили взять ипотечный кредит по миллиону долларов каждый, и в сумме им понадобился миллиард долларов. И эти деньги они получили от так называемой компании специального назначения. Вернее, сначала они получили их у местного ипотечного брокера. Затем брокер продал эти кредиты инвестиционному банку. Тот, в свою очередь, создал вот такую компанию специального назначения, выпустил на рынок ее акции ипотечные ценные бумаги, и таким образом привлек деньги инвесторов. В конечном итоге кредиты были выданы на деньги инвесторов, на деньги покупателей ипотечных ценных бумаг. Почему это ценная бумага? Представьте, что вы купили акцию за тысячу долларов, получаете свои 10% годовых, но в какой-то момент ипотечный рынок показался вам недостаточно стабильным, и вы решили выйти из него. Если вы просто напрямую предоставили кому-то кредит, вы не можете просто взять и разорвать договор. Вам придется его кому-то перепродать. Но с ипотечной ценной бумагой вы всегда можете выйти на рынок ценных бумаг и найти для нее покупателя. Возможно, у вас ее купят дороже тысячи долларов, а может и дешевле. Но в любом случае, ваша ценная бумага обладает ликвидностью. Ликвидность ценной бумаги означает, что ее легко можно перепродать. Точно так же, как я могу продать акции, например, компаний IBM или Microsoft. Но, как мы уже говорили в прошлом видео, покупая такую ценную бумагу, вы должны проанализировать рынок и оценить, действительно ли вы получите свои 10%. Кто-то может выплатить кредит досрочно, кто-то может оказаться злостным неплательщиком и так далее. И в действительности, не так много в мире людей, которые обладают необходимыми знаниями и умениями для подобных расчетов и могут очень точно все взвесить и оценить рынок. Причем даже их модели могут оказаться неточными. Есть много других инвесторов. Например, вот такой инвестор. Он считает покупку ипотечных ценных бумаг рискованной идеей. Поэтому он готов получать меньший процент при условии малых рисков. Возможно, рискованные вложения запрещены ему законом, например, если это пенсионный фонд или взаимный фонд. И уровень риска для него строго ограничен. Но есть и другие инвесторы. Скажем, для вот этого инвестора такие вложения кажутся слишком скучными. Ему неинтересно получать 9-10%. Он хочет заработать гораздо больше. Но при такой схеме он больше не заработает. И тогда компания специального назначения делает еще один шаг к усложнению схемы и предоставляет так называемый производный финансовый инструмент или дериватив. Это значит, что компания берет некий базовый актив и перераспределяет его. Например, на активы с разными рисками. Получается производный актив. Давайте рассмотрим, как можно взять этот же самый актив, этот же самый набор ипотечных кредитов и удовлетворить потребности всех инвесторов. Как можно удовлетворить и осторожного инвестора, который готов дать деньги под меньший процент, но с меньшими рисками, и азартного инвестора, который готов рисковать ради возможности заработать больше. В этой ситуации у нас есть те же заемщики, которые взяли ипотечные кредиты на миллиард долларов. Их тысяча человек. Все то же самое. И есть вся та же компания специального назначения. Но теперь она не делится поровну на миллион акций. А сначала разделяется на три транша. Транш – это, можно сказать, доля актива. И эти три транша мы назовем акционерный, мезонинный и старший. В индустрии инвестиций часто встречаются именно такие названия. Если вдруг по какой-то причине компания начнет терять активы, первыми свои деньги получат держатели старшего транша. Это транш с наименьшими рисками. Мезонинный транш – это следующий уровень риска. Средний. Держатели мезонинного транша рискуют чуть больше, но при этом и получают чуть больше, чем держатели старшего транша. Держатели акционерного транша в случае проблем теряют деньги первыми. Если заемщики перестают платить по своим кредитам, все потери восполняются за счет акционерного транша. Благодаря этому мезонинный и старший транши оказываются более защищенными. Теперь мы разбили нужный нам миллиард долларов на три транша. 400 миллионов мы получили за счет старшего транша, 300 миллионов за счет мезонинного и еще 300 за счет акционерного. 400 миллионов старшего транша получены за счет продажи 400 тысяч старших обеспеченных долговых обязательств по 1 тысячи долларов каждая. Таких долговых обязательств было выпущено 400 тысяч. Стоимость каждого из них – 1 тысяча долларов. За счет этого компания специального назначения получила 400 миллионов долларов. И, предположим, держатели этих обязательств получат 6% от вложений. 6% – это не так и много, но зато они почти ничем не рискуют. Они потеряют свои деньги только в том случае, если совокупная ценность выданных ипотечных кредитов упадет ниже отметки в 400 миллионов долларов. Возможно, я посвящу отдельный ролик более подробным расчетам. Но сейчас я расскажу лишь основной принцип. Мы рассчитываем, что каждая компания будет получать по 100 миллионов долларов. Это платежи заемщиков по их кредитам. 6% будут сразу выплачены держателям старшего транша. 6% от 400 миллионов – это 24 миллиона. Держатели старшего транша получат в совокупности 24 миллиона. Аналогично мы выпускаем 300 тысяч акций по одной тысяче каждая мезонинным траншем. И, скажем, мы обещаем им 7%. То есть чуть больше, чем старшему траншу. В действительности величина процентов диктуется рынком, но для простоты сейчас представим, что у этих двух траншей процент фиксированный. 7% от 300 тысяч миллионов. В совокупности держателям мезонинного транша достанется 21 миллион долларов. Каждый год из 100 миллионов долларов прибыль в 24 миллиона получают держатели старшего транша, 21 миллион – держатели мезонинного транша, а все оставшиеся получают держатели акционерного транша. Таким образом, при условии, что все кредиты выплачиваются вовремя, держатели акционерного транша получат 55 миллионов на свои 300 миллионов. Это 18,3%. И вы скажете, это же огромная сумма. Почему тогда все не вкладываются в акционерный транш? Давайте рассмотрим сценарий из прошлого видеоролика. Представьте, что 20% заемщиков не могут больше выплачивать свой кредит и отдают компании ключи от своих домов. Из них мы можем вернуть только 50% выданных им денег. Скажем, их дома стоили 1 миллион долларов, но сейчас мы можем продать каждый всего за 500 тысяч. И тогда вместо 100 миллионов в год компания получает всего 90 миллионов в год. Держатели первых двух траншей защищены от рисков. Старший транш получит свои 24 миллиона. Мезонинный транш получит свой 21 миллион. А вот держатели акционерного транша получат всего 45 миллионов долларов. Их процент уменьшился, но по-прежнему остался выше среднего. Но представьте, что ситуация на рынке стала еще хуже. Люди стали массово расторгать ипотечные договоры и возвращать дома. И теперь вместо 90 миллионов компания стала получать всего 50 миллионов долларов. Теперь держатели старшего транша по-прежнему получат 24 миллиона. Держатели мезонинного транша по-прежнему получат 21 миллион. А держателям акционерного транша достанется всего 5 миллионов долларов. 5 миллионов от 300 миллионов – это меньше 2%. Они готовы были рисковать ради большей прибыли. Если бы все платили исправно, они так и получали бы больше 18%. Но если ситуация на ипотечном рынке ухудшилась и доходы компании упали вдвое, акционерный транш берет весь удар на себя. Их процент падает почти до нуля, в то время как остальные продолжают стабильно получать свои проценты. Если рынок продолжит падать, тогда пострадает и мезонинный транш, а за ним и старший. Вот так устроены обеспеченные долговые обязательства. В нашем случае это долговые обязательства, обеспеченные ипотечными кредитами. Подобным образом можно разбивать долговые обязательства, обеспеченные любыми другими активами, например, корпоративными кредитами, дебиторской задолженностью и так далее. Но чаще всего долговые обязательства обеспечиваются ипотечными кредитами. Возможно, это в первую очередь и привело к проблемам у хедж-фондов. В отдельном видео я расскажу, как именно и почему многие хедж-фонды погорели на ипотечных долговых обязательствах. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.